И почему Господь в этой притче назвал как раз самарянина, то есть еретика, который осуждался иудеями, а он его прикал в пример и вынужден был законник сказать, да, вот этот человек, который милостивил, оказал, смилостивился над этим человеком, который в крови лежал, омыл его еще в гостиницу, и деньги оставил в гостинице, чтобы он за ним ухаживал и так далее. Да, вот этот человек, который милостивил, оказал, он и есть ближний в вашем разбойнике. Родные мы, это касается каждого из нас с вами. Поэтому Господь это не просто воздержание в пище теле или там телесное воздержание и так далее, и так далее. Это делание добрых дел. Потому что Христос прямо сказал, если вы сделали тем людям, которые страдают, доброе дело, это вы сделали мне, ему, Господу нашему Иисусу Христу. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, с воскресным праздничным днем вас сердечно подоролен, дорогие братья и сестры. Неделя 23 по 50-й, на следующей седмице, в субботу, в Великий и Бурный и Всятый праздник, введение во храм Пресвятой Владимирской Нашей Богородицы и Пресно Девы Марии. Здесь, в нашем соборе, будут служиться две праздничные Божественные Другие, ранее в 7, позднее в 10 и накануне в Сеночном Денье в 18.00. Напомню только вам, дорогие братья и сестры, что каждую субботу, как и ту, которую мы ожидаем сейчас праздничную, В нашем храме служится Божественная Другия в учебном корпусе на втором этаже, где у нас оборудована домовая церковь святых мучеников, младенцев и фриемских. Там служится служба с трудопереводом для людей слабослышащих и глухих. Просто знайте, что в эту субботу предстоящие нам три Божественные Другие, вот это у нас будет в Переходе служиться. Ну, на следующей сентябре, в понедельник, то есть завтра мы будем поминать Церковь Святая Православная, поминаем Святого Апостола, Евангелиста, Матфея. Ну, а сегодня начало Рождественского Поста. И многие люди говорят о том, что Рождественский Пост не такой строгий, как Великий Пост. И действительно это так, потому что это совершенно два разных поста. Если Великий Пост, это наше духовное переживание, душевное переживание, эмоциональное переживание последних дней, пребывание в Господа нашего Иисуса Христа на земле. Мы вместе с Ним страдали от тех издевательств, которых Он нас ради человека, нашего ради спасения претерпевал. Но, дорогие братья и сестры, и мы несли этот тяжелейший крест, который Он нес в весь крови. Опять же, нас ради человека, нашего ради спасения. И мы были на Голгофе, у креста Его, где Он, опять же, нас ради человека, нашего ради спасения. Этот спасительный подвиг совершил для того, чтобы освободить нас от власти дьявола. То есть, опять, дать нам возможность свободы воли своей, владеть собой, а не быть под властью лукавого. Да, так мы переживали. И мы помним с вами, что и службы совершенно другие были. Это больше чтение, чем пение. И колокольный звон совершенно иной был. И свет горел. А при свечах мы часто служили. То есть, это службы, которые вызывали у нас покаянное чувство, связание своими, чтобы мы омыли наши грехи. То есть, мы пошли за крестом. И чтобы его подвиг там на Голгофе не был, действительно, имел последствия, самые положительные для каждого из нас с вами. Для чего эта церковь установила? Или так Господь наш Иисус Христос через те церковь свою установил? Для того, чтобы мы с огромной радостью, с чистым сердцем, чистой душой, с разумом, очищенным нашим греховным помыслом и мерзостью, чтобы мы действительно с радостью. Вот этот свет, который зажегся, свет истины, который пришел в мир, мы почувствовали Его воскресенье, Его славное, спасительное воскресенье Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. Это важно очень, потому что, вспомните, родные мои, как апостол Павел сказал, если Христос не воскрес, то тщетная вера наша, она бессмысленна. Но, родные мои, Он-то воскрес, и этому свидетели мы все с вами, потому что в своих сердцах и в своих душах, в разумом своим мы понимаем и чувствуем. Я даже сказал, вот так не верим даже, а знаем, что Он воистину воскрес. Он рядом с нами, Христос. Вот к чему мы пришли, к следу Пасхи. Но рождественский Господь, он действительно по характеру эмоционально совершенно иной. Мы готовимся к радости, к радости духовной, опять же, к рождению им спасителя мира Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. Воплощение, принятие поти человеческой, одной из ипостасей, трипостасного Бога, Сына Божия, который стал и Сыном Человеческим. И, конечно же, уже вот сейчас можно услышать в нашей воскресной школе, как готовятся хоры наши, вот детские, юношские, которые здесь на службе у нас участвуют. А у нас великолепный хор воскресной школы, младшей группы. Прекрасный, просто профессиональный хор, из детишек совершенно. Ну и, конечно, репетирует наши и большой праздничный хор, и будничный хор. Уже слышны вот эти радостные рождественские песнопения духовные, ну и, конечно, колядки уже тоже они готовы. А скоро начнем украшать наше помещение, ставить елки, детали, вертеп вот появится. То есть мы готовимся с радостью, ожидаем вот этой радости духовной, которая нам предстоит пережить, когда родится в мир Господь наш Иисус Христос. И насколько это важно, мы с вами понимаем, родные мои, в воскресенье Христово все христианские государства вспоминают еженедельно, последний день недели, воскресенье Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. А Рождество Его каждый день мы вспоминаем, когда смотрим на календарь, а там число, а там стоит число, 2021 год. От чего исчисляется? От Рождества Христова, насколько велики эти два события в мировой истории, для всего человечества, да, до всего нашего земного шарика, да и вообще для всей Вселенной. Но, дорогие братья и сестры, понятно, что мы говорим, что Рождественский пост, он менее строгий, но, родные мои, это пост. Хочешь, не хочешь, это пост. Апостол становляет Господа нашим Иисусом Христом, он сам нам показал, родные мои, после того, как Иоанн Христианин крестил его в Адрахе Иордана, ему надо было выйти на благовестие, привести эту спасительную весть всему человечеству, что он первое, Дух Святый, куда его повел? В первую очередь в пустыне, где он сорок дней постился и молился для искушения дьявола. И действительно это важно, потому что дьявол его искушал, но Господь не поддался этим искушениям сатанинским, он уж отошел от него на время. Он понял, он не знал, кто перед ним. Помните, как он говорил, если ты Сын Божий, ну, сделай вот здесь ко мне хлеба и покушай, или прыгни там с крыла Иерусалимского храма. Если ты Сын Божий, когда Господь не поддался ни на одно искушение, и дьявол вынужден был отойти, он понял, кто перед ним, и тогда уже совсем другими способами пытался отомстить Господу Богу. И посланнику Его, Мессии, Помазанника Божия, Христа Спасителя, совсем другими способами настраивая людей против Господа нашего Иисуса Христа. Итак, пост. Пост, да, начинается. Родные мои, мы с вами должны знать, что, и мы знаем с вами хорошо, что мы нуждаемся как бы в руководителе, каждый из нас. Когда мы маленькие, это наши родители, которые являются нашими руководителями. Мы в школу идем, это уже наши наставники, а на работу устраиваемся после высшего учебного заведения, после школы, а там уже директора есть и так далее. Нас все время кто-то наставляет. То же самое, как и в Церкви Христовой. Глава Церкви – Господь наш Иисус Христос. Он наш Отец, Он наш наставник, Он тот, Который делает все для того, чтобы нас с вами спасти. И именно для этого, с этой целью, Господь наш Иисус Христос в Церкви с Его, которую Он основал на этой земле, Он и установил вот эти вот четыре поста, которые мы с вами проходим. Для чего они нужны, эти посты? Опять же, чтобы нас стимулировать. Ну, можно сказать, тогда заставить, чтобы в конце концов от своей линии отказались, и, наконец, начали становиться настоящими христианами поистину. Не на словах, а на земле становиться настоящими христианами. И для чего это необходимо? Нам с вами, званым, которые стали уже верующими, откликнулись на голос Божий, на Его, как бы, к нам обращение. Мы открыли наши сердца, приняли Его в наши сердца. Мы знаем, для чего это, что лукавый рядом с нами, как лев прыгающий, он пытается поглотить каждого человека, столкнуть его со спасительного пути, на широкий легкий путь, который ведет в погибель. Он все для этого делает. А Господь четко, совершенно показал своим примером. Соро дней Он что делал? Постился, молился. Молился. Немножко позже уже своим ученикам, когда Он начал открывать их тайны Царствия Небесного, напрямую без, как бы, открывая истину, сложно понимаемую, да, потому что ранее Он говорил в притчах, а вот Он напрямую уже им открывал эти тайны Царствия Небесного. А Он им сказал, родцы изгонялись постом и молитвой. Пост и молитва для того, чтобы нам не просто даже отбиться от дьявола, не только оборонять себя, но не дать Ему даже близко к нам подойти. И помощь этому оказывает нам молитва. Конечно же, если мы молимся, имеем связь с Господом Богом, мы все это знаем, я повторяю, но это важно, потому что начинается Рождественский пост. Молитва, которая, да, действительно позволяет нам иметь связь с Господом Богом, тогда дьявол не может и близко даже к нам подойти. Нарушить эту связь не может. Поэтому, конечно, по возможности, молитвенное правило, утреннее, вечернее соблюдать. Вечернее, понятно, да? Как бы, наверное, перед сном нет проблем никакой. Утром многие из нас бегут на работу или на учебу, часто не успеваем, родные, и именно для этого Господь нам дал свою молитву Иисусу, молитву Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Поэтому, я говорю, сам Господь, потому что через апостола, через святых учеников, святых отцов, Он дал нам эту молитву. Поэтому не смущаемся, потому что, не дай Бог, уныние впасть. Ах, я опять правила не исполнила, утреннее смотрю на часы, постоянно нервничаю, что надо успеть, через дорогу перейти, в метро сесть и так далее, чтобы вовремя поезд пришел, и так далее, и так далее. Плохо это. Лучше тогда уже действительно от сердца идем на транспорт какой-то наш. И Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господь все сделал, чтобы нам было удобно. И чтобы вот это неинобо переносимые такие, чтобы это не было клеткой. И он дал нам свободу. Он дал нам свободу и радость о нем. Радуйтесь, чтобы нам обращение его было. Потому что мы уже с вами званы. И сейчас трудимся до того, чтобы стать избранными. Чтение Священного Писания. Постарайтесь, дорогие братья и сестры, это обращение, как мы с вами знаем. Молитва – это наше обращение к Господу Богу. Чтение Священного Писания – это обращение Его к нам. Как часто люди делают, многие верующие, когда становится вопрос какой-то неразрешимый в семье, на работе, или какая-то проблема в душе у тебя. Перекрестились, помолились, Господи, что мне делать? И открываем Евангелие на том месте, в котором Он нам откроет. А потом мы поражаемся. Как же так? А вот Он там в ней, я читаю, а Он дал мне ответ. Почему мы этим не пользуемся? Еще раз повторюсь, чтение Священного Писания – это обращение Господа Бога к нам, каждому из нас с вами. Поэтому не забываем обязательно чтение Священного Писания, если Евангелие, или послание Святой Апостольской, там вообще открывается столько истин, которые мы, к сожалению, и исполняем, то, что Церковь, можно сказать, требует от нас. Одна-две главы и Священное Писание, я даже говорю, Священное Писание, тут и Евангелие, и послание апостольское, и деяние. Молчу про Ветхий Завет, потому что лучший вариант это взять на притчу Соломона, предположим, там, почитать оттуда, потом Евангелие почитать и так далее. И тогда открывается намного, а потому что вот приходят какие-то люди, спрашивают, задают нам вопрос, там, а мы ничего не можем сказать. Ой, обратитесь к священнику, он нам скажет, почему мы не говорим? Почему мы не отвечаем тем же сектантам, которые там, соседу сектату, который там еще издевается, а мы ничего, ничего не можем ответить. Только лишь потому, а мы ничего не делаем для того, чтобы знать, что ответить. А делать очень просто, чтение Священного Писания. И поэтому вот это требование, это требование, еще раз повторюсь, Господа через церковь свою, особенно во время Великого Поста, чтобы никаких развлечений, родные мои, никакого стыда нету от того, что мы поздравим кого-то во время Поста, день рождения. Поздравьте, конечно же, придите, поцелуй, расцелуйте, подарок подарите. А как только они начнут петь песни, танцевать, вот в это время откланяемся и спаси Господь всех, всего хорошего, и пошли домой. Для нас это не подходит. Те, кто на машине ездит, родные мои, возьмите для себя маленький-маленький копий, не включайте музыку в машину. Если есть какая-то кассета или религиозного содержания, пускай это какой-то текст или церковное песнопение, выпускает а кассета и там играет в нашем автомобиле, вы увидите, что будет эффект от этого. Вроде бы никакого подвига нет. Ничего такого не включил в приемник, чтобы он там кричал какие-то песни там развлекательные. Нет, ничего такого нету, но зато эффект. Увидите, какой действительно Господь видит все наши малейшие даже движения к Нему или слушания Его. «Любяймя, тот соблюдает слово Мое». Так Господь сказал, «Тот, кто любит Меня, тот соблюдает слово Мое». Ну и, конечно, то, что больше всего нас волнует, а что кушать. Родные мои, после-то все-таки не диета и смысл поставит, а воздержание. Воздержание всего, и в первую очередь это наши чувства. Это чувств наши, это зрение, воняние, седание, то есть все, что нас связывает с миром, откуда приходят, откуда дьявол вкидывает вот эти искушения. Он же не может так влезть в наше сердце. Если мы сами это сердце для Него не откроем, если не продадим душу дьяволу, Он не может войти, но Он пытается это сделать через глаза наши, которые не туда смотрят, куда надо, или уши, которые слушают не то, что нужно, и так далее. Будем внимательны, именно после этого наше училище воздержание. И даже так можно сказать, это училище Господь там на Колгофе даровал нам опять владеть собой, то есть свободной волей своей. Что такое свободная воля? То есть мы распоряжаемся собой. Вот нам чрево говорит о том, что вам то сколько сладенького, вкусненького. Но мы-то знаем, родные мои, что это ведет сахар, диабет. Что ж мы трябимся? А мы не можем, мы подчинены Ему. Оно нам диктует. Ешь, 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 вот давай, вкусно, очень сильно. А мы должны научиться владеть собой. Утихомерсия. Вот достаточно черных хлебушек с водички. А черные хлебушек это еще с чесночком. Когда более старшие знают, как вы помните, черный хлеб, горку с чесночком, и тогда все кушать, это все болезненное, родные, это все. Мы должны знать только одно, что Господь сотворил нас с вами, и наш с вами даже живут добрые мои для простой пищи. Не какой-то изощренный, из-за которых все болезни начинаются, а с простой пищи. Он дал нам наше тело, физические наши какие-то возможности. Для чего? Чтобы дрова рубили. А мы сели за стол и сидим в квадрат смотрим. Боже, ничего не делает. Ладно, сейчас похватились уже, начали искусственно себе нагрузку физически давать в этих фитнес-клубах и тому подобное, потому что поняли, что сами себя трогаем просто на пост. Поэтому будем внимательны. Еще раз, пост это училище владения собой. Это училище воздержания. Причем, родные мои, это не значит, что это клетка. Вы сами поймете, сколько у нас времени появится на хорошие дела. На хорошие дела я подчеркиваю, потому что пост это не просто ничего не делание, да, не делание плохого. пост это дело нехорошее. Вот сегодняшняя притча, которую мы с вами слышали о милосердном Самаре инии. Ну, вы знаете, мы знаем хорошо эту притчу, да, помните, да, что некий законник, он, искушая Господа, задал этот вопрос, который волнует каждого из нас с вами, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Вопрос хороший, что, что сказать. Законник или книжник это люди, которые тогда Израиль иудеи позже, когда Израиль исчез, они занимались изучением закона Моисеева, вообще всего Священного Писания, то, что мы сейчас называем Ветхим Заветом. Дело в том, что когда из Вавилонского плена вернулись иудеи на свою землю обетованные, да, то практически никто не знал древнееврейский языка, варабейский язык никто не знал. И поэтому те, кто еще что-то разбирался, они, а все тексты, что написаны на древнем языке, вот они как бы переводили, они учили, они толковали вот эти законники. И вот сегодня законник подошел Господу нашему Иисусу Христу. Ну вот в законе, который досконально знал закон, кто перед ним стоял 30-летний молодой человек, который пришел из Назарета Галилейского. Как Нафанайл Филиппус, будущие апостолы друг другу, как Нафанайл ответил Филиппу, это он сказал, что пришел Мессия, мы нашли его из Назарета, разве оттуда что-нибудь порядочное может быть из Назарета? Почему? Ученые говорят, что во времена Иисусова в Назарете жило 480 человек. Это небольшое селение. Там даже синагоги не было. То есть Господь наш Иисус Христос ни у кого не учился. Потому что если бы хотел человек благовествовать или говорить, толковать Священное Писание и Закон Моисея, обязательно должен быть известный учитель, рафин какой-то, обязательно этот благовестник новый говорил о том, что у него такой-то, такой-то, учитель был и так далее. А у Христа Спасителя вообще ничего не было. Сын Плотника из крамок совершенно. И вот он стоял перед Законником. Законник, конечно же, сейчас, искушая его за пояс, засунул совершенно очевидно эту. Он же не знал, кто перед ним стоит. И вот этот вопрос был задан. Господь понимает, что происходит, как бы, что специально задается этот вопрос. Он сказал, вот ты Законник, ты изучал всю свою жизнь, посвятил изучению Священного Писания, как ты, что ты вынес. Самое главное из вот Закона Моисеева, что самое главное в Законе. И он правильно ответил, родные, тут совесть чистая была у него, он ответил так, как и есть. Что самое главное в Законе это возлюбие Господа Бога своего всем сердцем своим, всей души своей, всей крепости то есть каждой частицы нашего тела, всем разумением своим и ближнего своего, как самого себя. Правильно, сказал Господь и ответил, вот так и живи и жизнь личная наследуешь. На что, конечно, Законе, как мы слышали, сегодня сказал, а кто ближний он? Ну, чтобы себя оправдать, как бы это, но он понял, что он по самому. Действительно, ответ был Господа такой, как не нужно. Ну, вот тогда Господь эту притчу и рассказал в милосердном Сомаре. И тут, дорогие братья и сестры, почему это важна для нас притча. Тут Господь прямо спросил законника, а там и холисеи были, и первых священников не было, священники, и так далее, садукеи, и вот вся эта элита духовная иудейского народа, они там все были. И он спросил у них тогда, когда мы слышали сегодня в притче, и знаем это, что кто помог, священник пошел мимо этого человека, который попал в разбойника, который мы избили, почти убили, раздели, все забрали. Священник занят если по современному языку сказать, божественные турки наносят, надо идти быстро и бегом здесь оставаться. Ливий, кто такой Ливий? Кто-то прислужил в церкви, то есть верующий человек. Если современным языком, да, православный христианин, идет, прошел, прошел священник мимо, падшего в разбойнике, а потом верующий, который бьет себя в путь, и говорит, я православный, я правильно славлю Господа. Правильно ли? А вот это вот, в притче, говорит, что это неправильно, потому что ты побежал и прошел мимо человека, который страдающего человека. И почему Господь в этой притче назвал как раз самарянина, то есть еретикат, который осуждался иудеями, а он его прикал в пример и вынужден был законник сказать, да, вот этот человек, который в милости оказал, смелостивился над этим человеком, который в крови лежал, омыл его еще в гостиницу, и деньги оставил в гостинице, чтобы он за ним ухаживал и так далее. Да, вот этот человек, который в милости оказал, он и есть ближний в падшем в разбойнике. Родные мы, это касается каждого из нас с вами. Господь четко, совершенно сказал, какие вопросы будут задаваться в страшном суде. Вспомните, о чем будет разговор. Накормили ли вы тех, которые хотели есть голодный? Напоили тех, которые жаждают? Вы посетили того, кто в тюрьме или в больнице, утешили ли вы или нет? и если вы это сделали для одного из малых сил, вы это сделали для меня. Так вот, родные мои, сегодняшний притч, там лежал Христос, избитый, брошенный, а священник прошел мимо, а ему литургию надо начинать. Вот он пошел, пошел мимо. А потом верующие православные, которые бьются в кроватье православные, правильно, славы Господа. Устали Вы говорите Господи, Господи. Не каждый, говорящий мне Господи, Господи, вне инициации небесного. Так Господь сказал, сердце ваше далеко, а устами, да, говорите о том, что вы верующие люди. Вот о чем здесь сегодняшняя притча. Поэтому пост это не просто воздержание в пище теле или там телесное воздержание и так далее, и так далее. Это делание добрых дел. Потому что Христос прямо сказал, если вы сделали тем людям, которые страдают, доброе дело, это вы сделали мне, ему, Господу нашему, Иисусу Христу. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем внимательны. Начинаем рождественский пост. Опять, я еще раз повторяю, этот хороший пост, такой радостный пост, у сердца наши радуются в предкушении рождения в мир, спасителя мира, который не забываем, что нас ради человеку пришел в этот мир. Нашего ради спасения. Он ради нас в этот мир пришел. Мы не забываем, мы радуемся этому. А так как мы бестолковые идем мимо впадшего в разбойника, бьем себя в грузи и бросим Господа, Господи, помоги, потому что не справляюсь я. Я не знаю, вы знаете это, чувствуете это, когда совершенно не можешь устоять какому-то искушению, когда по-настоящему помолимся. Он снимает это, это поразительно. До сих пор я не могу все это удивляться этому и так далее. Насколько Он близок к нам и как Он реагирует на наши просьбы. Господи, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Дорогие братья и сестры, еще раз послезаем праздничный днем. Ну и молимся, просим Господа о Его помощи, ибо мы беспомощны. Спаси и сохрани вас, Я на какой-то грустной ноте кончил, чтобы беспомощны. Да, но Он нас ради пришел в этот день, нашего ради спасения. Поэтому хоть мы беспомощны, мы обращаемся к Нему, а Он Отец наш и поэтому Он нам и помогает. Спаси и сохрани всех вас, Господи, дорогие братья и сестры, причастники, поздравляю с принятием так, крестового, выслышу, благодарствия и молитвы. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова